Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 400 килограммов мёртвой рыбы обнаружили в Барнауле. Кого люди винят в экологической катастрофе? Предъявите ваши документы. Кто останавливает электросамокатчиков на улицах города и что им грозит за нарушение правил? Цитаты украинских лидеров и украинских СМИ. В Барнауле открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Порядка 400 килограммов мёртвой рыбы своими силами убрали жильцы одного из садоводства в Барнауле. Пару дней назад люди заметили, что на их излюбленном озере вся рыба всплыла, а позже начала гнить, и всё это привело к ужасному запаху. Почему так случилось и что делать дальше, расскажем в сюжете. Зимой гребли снег, а с приходом весны рыбу из озера. Местные жители одного из садоводства за Пельмесёво этим занимаются уже пару дней. Инициативной группой собрались и приняли спасать любимое место от уже мёртвой рыбы. Тут как бы каждый летом, каждый день все отдыхают. Большинство вечерами нормально сидят. Шашлыки жарят люди. Отдыхают просто на природе. А как думаете, причиной почему такое стало? Я думаю, причиной потому, что когда делали скважину, ремонтировали, и председатели, я думаю, что сливают сюда. Вот из-за этого получилось. А слив что? Ну вот как, воду сливали сюда, когда прокачивали, я думаю, из-за этого. За пять часов совместной работы активисты собрали порядка 20 мешков с мёртвой рыбой. Это примерно 400 килограмм. И сейчас они всерьёз переживают за состояние воды. В скором времени местные жители отвезут пробу воды на экспертизу. И там уже будет ясно, будут ли люди отдыхать на этом озере. Причина ещё в том, что люди сами не любят природу, к сожалению. Сами садоводы, прежде всего, должны быть тоже в этом заинтересованы. Мы ругаем председателя, но мы и сами тоже должны думать об этом, о нашем будущем, о наших детях. И вообще в целом о ситуации, если нам нужно качество водоёма, который мы используем, отдыхаем здесь свободное время после работ и так далее. Потому что озеро хорошее, и не каждое садоводство может похвастаться таким прекрасным водоёмом. Мы в свою очередь направим официальный запрос в СНТ, в котором произошла экологическая катастрофа. И продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалёв. День с толком. В селе Романово женщина погибла в пожаре из-за поджога с сухой травы. Несчастный случай произошёл буквально накануне. Дом почти полностью сгорел, сообщили в краевом МЧС. Под конструкциями спасатели нашли тело женщины. Специалисты выяснили, что она жгла траву на своём участке. Когда огонь перекинулся на дом, пенсионерка попыталась спасти вещи, но выйти из дома уже не смогла. К другой теме. Ржавая вода с нотками канализации и слабый напор из-под крана. Жители Первомайского района возмущены качеством водоснабжения в посёлке. Говорят, проблема давняя, но никак не находит решения. От отчаяния люди обратились в СМИ. На место выехала Мария Костылева. Артезианская пошла. Испорченные фильтры и вода цвета апельсинового сока. Такие фото выкладывают в соцсети жители села Первомайское. Вот я её набрала буквально перед тем, как к вам идти. Вот аромат здесь уже просто как будто это вот с канализацией я набрала эту воду. Марина Щукина живёт в единственном многоквартирном доме посёлка. Говорит, вода одинаково дурно пахнет и подаётся с перебоями, как в частных домах, так и в квартирах. Вода у нас вонючая, да безумие. У меня ребёнок с утра умывается, он 10 раз перерогает, извиняюсь за выражение. А потом лишь только сможет с горем пополам мыться. А помыться у нас вообще надевает снут, заворачивается в шарф и тогда лишь только моется. Люди говорят, долго добивались от районных властей, чтобы те сделали пробы воды на соответствие её качеству. Роспотребнадзор экспертизу провёл и объявил предостережение предприятию Первомайские коммунальные системы, которая обязана довести качество питьевой воды до нормативов. Проведён отбор проб питьевой воды из распределительной сети по адресу Алтайский край, Первомайский район, село Первомайское, микрорайон Комсомольский, дом 34, дробь 1 на микробиологические, органолептические и санитарно-химические показатели. Проба питьевой воды из распределительной сети по вышеуказанному адресу не соответствует требованиям по органолептическому показателю, мутность и санитарно-химическому показателю, марганец, общее железо. Директор коммунальной организации в свою очередь пояснил, что должные мероприятия по обслуживанию провели ещё в начале марта. Когда были жалобы у нас с частных домовладений, то есть в селе, там была грязная вода, были такие моменты, то есть люди обращались, мы сброс сделали, систему промыли, всё устаканилось. То, что касается МКДшных домов, то есть многоквартирных домов, мы их не обслуживаем. Мы подаём воду, а в каком состоянии у них находятся стояки, которые подают воду, мы не знаем, отвечать за них мы тоже не можем. Однако люди говорят, что после промывки качество и запах воды не изменились. Кстати, проб воды, подтверждающих, что действия коммунальщиков улучшили качество воды, ни жителям Первомайского, ни нам не предъявили. Вы же понимаете, что мы в рамках полномочий, по большому отсчёту, телесовет и вода, это совершенно разные структуры. Эти коммуникации уже не сегодня появились, и не вчера, а сегодня запах от воды. Ну, трубы старые, все мы это прекрасно понимаем. Оттуда, скорее всего, запах застой, наверное, да, не слишком большой разбор воды, по всей видимости, идёт в теле. Глава Первомайского района Юлия Фролова заверяет, что администрация района совместно с МОП все работы проводит своевременно. А запах из крана – это отчасти вина талых вод. Как только более-менее падут паводковые вот эти вот ситуации, наш МОП 100% будет промывать башни, 100% будет промывать систему водоснабжения. Вот только люди обращались с жалобами ещё до разлива талых вод. А значит, паводок тут ни при чём. Кстати, ещё 2 апреля мы направили официальный запрос в администрацию Первомайского района, чтобы нам обозначили сроки по устранению проблемы. Ответ в положенные по закону 7 дней мы не получили. Люди говорят, что с ними местная власть не контачит. Что ж, отправим повторный запрос в надежде, что на бедствующих людей обратят внимание. Мария Костолева, Владислав Ковалёв, Дмитрий Денисов. День с толком. А тем временем рыбы из Барнаульского парка изумрудные на воду не жалуются. Декоративные карпы удачно перезимовали. Напомним, горожане сильно переживали за жизни маленьких обитателей зелёной зоны. Некоторые неравнодушные жители ещё осенью были готовы поместить рыб в другие водоёмы, но морозы сорвали все планы. Проблема решилась благодаря регулярной очистке поверхности озера от снега и работе аэратора. Это устройство всю зиму подавало кислород и не давало водоёму полностью промёрзнуть. Похитили вместе с жилищем. Юные спортсмена украли в Белокурихе улей вместе с пчёлами. Воришками оказались туристы 14 и 16 лет, которые приехали из Новосибирской области на сборы. Накануне в местную полицию обратился пчеловод. Мужчина рассказал, что на его пасеке украли улей с семьёй пчёл и сотами, наполненными мёдом. Оперативники изучили видеозаписи и установили личность трёх воришек. Позже подростки признались полицейским, что ночью они пробрались на территорию пасеки, похитили улей, вынули из него соты с мёдом и выбросили его в овраг. Поступок молодые люди объяснили тем, что хотели попробовать лакомство. По предварительным данным, ущерб, нанесённый пасечнику, составил порядка 20 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. И к другим темам. Цены на недвижимость взлетели до небес, но люди при этом не перестают в неё инвестировать. В рамках проекта «Время трендов», который организовало издание «Толк» совместно с журналом «Автограф», ведущие застройщики и бизнесмены Алтайского края попытались ответить на важный вопрос, стоит ли сейчас инвестировать в жильё или лучше направить денежные потоки в другой, более прибыльный сектор. Подробности актуальной встречи смотрите в сюжете моей коллеги Валентина Аскеровой. Высокая ключевая ставка Центробанка внесла свои коррективы в рынок жилья. Инвесторы, которые смотрели в сторону коммерческой недвижимости, переориентировались. Одних начали привлекать земельные участки, вторых – вклады под хороший процент. «Частично вы правы. Не всё такое, что раз все ушли и куда-то ушли в другой сектор. Много средств свободных ушло сейчас в банковский сектор и все на депозитах. Ну, как бы как, все те, кто ушёл в банковский сектор, они, соответственно, ушли либо там длительно, либо в короткие депозиты. Ну, соответственно, там, сейчас у нас в районе 16 годовых, 15 до 17 – это примерно ставка играет. И иногда даже это выгоднее, чем ты вкладываешь в коммерческую недвижимость до лёгки, либо там покупаешь и сдаёшь в аренду коммерческую недвижимость». Специалисты рынка недвижимости отмечают, как только ключевая ставка стабилизируется, с 16 опустится до 14-12, денежные потоки из банковского сектора вновь затекут на рынок недвижимости. Эксперты прогнозируют, что ставка начнёт выравниваться уже во втором полугодии. Тем не менее, несмотря на отток денежных средств с рынка недвижимости, инвестиции в неё продолжаются. В фокусе внимания – малоэтажное строительство. Небольшие уютные коттеджи сейчас пользуются спросом, отмечают застройщики на встрече время трендов. «Люди берут ипотеку, чтобы сохранить свои деньги. Берут 6 миллионов ипотек, льготные кредиты и дополнительно там свои какие-то средства. И мы видим на рынок, что было, грубо говоря, 2 года назад 6 миллионов, сейчас стоит 10 миллионов. То есть, соответственно, люди хотят сохранить свои деньги, поэтому очень большой запрос на маленькие дома, грубо говоря, выходного дня». Если рассматривать грамотное инвестирование в недвижимость, эксперты круглого стола всеми руками голосуют за жильё в центре города. Престижность проживания, надёжность инвестиций. Квартиру в центре однозначно легче продать или сдать в аренду. В ближайшее время мы подготовим специальный репортаж, в котором тему недвижимости рассмотрим со всех сторон. Валентина Аскерова, Владислав Ковалёв, Алексей Фризин. День с толком. Более 200 нарушений за апрель выявили сотрудники ГИБДД в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатчиков. Из-за их неосторожности уже пострадало 8 человек, в том числе 3 ребёнка. Самые частые нарушения – переезд пешеходного перехода вместо спешивания и поездки вдвоём на одном самокате. Также молодёжь любит демонстрировать трюки на тротуарах в центре города. Всего в краевой столице более 2,5 тысяч средств индивидуальной мобильности. Ранее в администрации города рассмотрели возможность ограничения скорости движения самокатов до 15 км в час и запрет движения рядом с многолюдными участками на Молотобольской, проспекте Ленина, набережной реки Аби. Также госавтоинспекция увеличила число рейдов на водителей средств индивидуальной мобильности. В Барнауле открыли выставку «Обыкновенный нацизм», которая уже побывала в нескольких городах России, а также в Беларуси. Все экспонаты и предметы собраны на территориях, затронутых специальной военной операцией. Подробнее смотрите в сюжете Дарьи Ерошиной. Прошу вас, люди, берегите жизнь, цените каждое прошедшее мгновение. Она крупка, и как осенний лист сорвётся вдруг и улетит в кружение. С лирики, стихотворений, песен и журавликов началось торжественное открытие выставки «Обыкновенный нацизм». От стенда с детскими рисунками переходим к экспонатам, показывающим весь ужас войны. Их несколько десятков. За стеклом флаги, шевроны, награды, военно-практические руководства, газетные вырезки. На растяжках цитаты украинских лидеров и украинских СМИ. Выставка эта, по сути своей, конечно, очень и очень страшна. Она показывает, насколько легко может возродиться нацизм, где он, казалось бы, был навсегда побеждён нашими дедами, навсегда повержен на это страшное зло, и насколько легко он может возродиться там, где предаётся забвению история. Экспозиции и выставки охватывают период не только последних двух лет, когда идёт СВО, но и период с 2014 года. Много внимания уделяется и вмешательству в конфликт сторонних государств. Представлены многочисленные свидетельства участия в этих событиях украинских нацистов, наглядные образцы их агитации и пропаганды, свидетельства участия в этом конфликте наёмников из стран НАТО, из самых разных стран мира. Всё это здесь можно увидеть. У людей есть возможность увидеть на банках, на материалах, что же на самом деле происходит там за 3,5 тысячи километров от нас. В Барнауле выставка будет работать до 12 мая. Посетителей ждут в будни с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера, в пятницу до 5, а в субботу до 16.00. Дарья Ярушина, Владислав Ковалёв. День с толком. А далее отличная новость. Тимофей Корнаушенко, житель Михайловского района, после трёх месяцев лечения в Москве возвращается домой. Десятилетний мальчик и его мама сейчас едут в Барнаул. Напомним, в сентябре прошлого года после падения с велосипеда Тимофей получил серьёзную травму головы и тяжёлое осложнение. Несколько месяцев мама мальчика добивалась госпитализации в федеральный центр. Лечение там дало плоды. Ушли судороги, убрали трахеостому, трубку для дыхания, увеличился вес тела. А реабилитация показала, что все шансы на восстановление есть. Так мальчик гулял по Москве, хоть пока и не самостоятельно, но это уже прогресс, который можно назвать чудом. Сегодня за парнем следят и поддерживают не только родные и близкие, но и вся страна. Знаете ли вы, кто такие картвеллы, что они едят, как выглядят их храмы и о чём они поют в своих песнях? Речь идёт о грузинах. На нашем телеканале вышел первый выпуск программы «Все к столу». В этой программе мы будем рассказывать об алтайских грузинах, вьетнамцах, белорусах, армянах, казахах и не только. Как они сохраняют свою самобытность и как вообще оказались в алтайском крае. А главное, почему решили остаться. Первый выпуск программы посвящён грузинам. Старшее поколение немножко посмеивалось. Говорило, что людей раньше туда ссылали, а вы добровольно туда идёте. Говорят, как на каторгу, что вы там забыли. По-русски это звучит так. Лягушка на болоте квакает. Программа «Все к столу» уже доступна на нашем YouTube и YouTube-канале, а также в соцсетях и в эфире телеканала «Толк». На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует...